Детское онкологическое отделение закрывают с настоящим криком о помощи. Сегодня утром в редакцию обратились мама онкобольных детей. Накануне женщинам сообщили, что палаты их детей займут взрослые больные, а два детских подразделения объединят в одном. Наши корреспонденты узнали, чем так обеспокоены мамы и есть ли повод для паники. Тема такая, что у нас онкологическое отделение хотят сместить с гематологией. Очень серьезные заболевания, те, которые гематология, как мы понимаем, и это онкология, солидных опытов. Не можем находиться на одном этаже, потому что посторонняя инфекция, это ведет к смерти. Мы все понимаем, мы боремся за своих детей. У нас такое заболевание. Наших детей и так лишили всего, лишили детства. Наши дети страдают. Все, что делается временно, может затянуться настолько надолго. Это вылечить в таких условиях ребенка невозможно. Пока мамы больных детей делились своими переживаниями, к диспансеру подъехал главный врач. Алексей Климушкин пригласил женщин в свой кабинет, чтобы ответить на все интересующие их вопросы. А по дороге стал рассказывать, в чем смысл переселения. В онкодиспансере более 30 лет не было капитального ремонта, и сейчас он как раз проходит. С 1 февраля на 4 этаж детского корпуса на время ремонта переедет гинекологическое отделение. То, что касается вот этого корпуса детского, шестиэтажное здание, 11 тысяч квадратных метров лечебных площадей. В этом корпусе развернуто 60 детских коек. На сегодняшний день в этом корпусе на лечении находится 23 ребенка. Принято решение об уплотнении, об объединении двух отделений на время проведения капитального ремонта на одном этаже. 40 коек вполне достаточно для того, чтобы разместить 20 больных детишек. Как только беспокойных мам собрали в кабинете главного врача и начали отвечать на их вопросы, стало выясняться, что женщины зря подняли панику. Но их очень волновало, что более тяжело больные дети заразят своих новых соседей, ребят с верхнего этажа. Противопоказаний для нахождения таких пациентов на одной территории нет. Что касается грибковой инфекции у пациентов, с грибковой инфекцией и заразен ли он для пациентов, у которого нет грибковой инфекции, то в этой ситуации возможность изоляции этих пациентов будет предусмотрена. Кроме того, мамы очень переживали, что за их больными детьми нужен круглосуточный уход. Раньше мамы имели возможность постоянно находиться рядом со своими детьми, а после уплотнения переживали, что их этого лишили. Количество коек не уменьшается. Оно как было, так и остается. Коечный фонд прежний. Штаты прежние. И штаты прежние. Никто никого никуда не увольняет, не выгоняет, не перемещает. Все на одной территории в рамках одного лечебного учреждения. И, наконец, о времени. Переселение не станет вечным. Ремонт планируют закончить в декабре. Детей сразу переведут в привычные для них условия.